Эта неделя стала временем очень жесткого кризиса в отношениях между Москвой и Анкарой. Причем должна была стать неделей переговоров о создании широкой коалиции по борьбе с ИГИЛ. Мало у кого были сомнения. После терактов по всему миру, после бойни в Париже, Восток и Запад сумеют пойти навстречу, забыть о разногласиях и единым фронтом ударить по террористам. И гром среди ясного неба. Турки расстреливают российский самолет во вторник. При возвращении с боевой миссией по уничтожению террористов над территорией Сирии. Якобы потому, что он пролетел пару километров над территорией Турции, возвращаясь с задания. Без предупредительных выстрелов, без положенного по мировым стандартам предупредительного подлета на расстояние четкой видимости. Турецкий истребитель F-16 зашел в хвост. То есть это был удар в спину. Турки сейчас уверяют, что они якобы предупреждали по радио. Якобы экипаж не реагировал. Что за самолет они якобы не признали, поэтому и атаковали. При том, что в сирийском воздушном пространстве самолеты и России, и Сирии, и Франции, и США, всех, кроме ИГИЛ, несложно понять, отдавая приказ на уничтожение, что в любом случае в небе тот, кто борется с террористами. Мой коллега Кирилл Брайнен собрал все детали этой смертельной атаки, стараясь разобраться, зачем Турция, называющая Россию стратегическим партнером, нанесла ей удар в спину. Горящий Су-24 в сирийском небе. Эти кадры появились в сети даже раньше, чем было официально подтверждено. Российский бомбардировщик сбит турецким истребителем F-16. Сбит над территорией Сирии, сколько бы Анкара не утверждала обратно, обвиняя летчиков в нарушении границы. Можно было бы сказать удар по своим или friendly fire, как это обычно называют в Пентагоне. Но нет, ракета была запущена не случайно. Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. По-другому я не могу квалифицировать то, что сегодня случилось. Наш самолет был сбит над территорией Сирии. Ракеты воздух-воздух с турецкого самолета F-16 упал на территорию Сирии в 4 километрах от границы с Турцией. Находился в воздухе, когда на него была совершена атака на высоте 6 тысяч метров, на удаление 1 километра от турецкой территории. В любом случае наши летчики и наш самолет никак не угрожали Турецкой Республике. Это очевидная вещь. Они проводили операции по борьбе с ИГИЛ в Северной Латакии, это горная часть, где сосредоточены боевики, в основном выходцы из Российской Федерации. И в этом смысле они выполняли свою прямую задачу превентивных ударов по террористам, которые в любую секунду, в любое время могли вернуться в Россию. Это, конечно, люди, которых напрямую необходимо относить к международным террористам. Экипаж сбитого самолета успевает катапультироваться. И снова кадры, подозрительно быстро появившиеся в сети. Два парашюта в небе над линией фронта. С земли по пилотам идет шквальный огонь. Командир погиб в воздухе. Штурмана спецназа удалось спасти. Во время поисковой операции боевики обстреляли еще и вертолет Ми-8. В результате погиб морской пехотинец. Совершившую вынужденную посадку машину, террористы демонстративно уничтожили противотанковой ракетой. Турецкие власти тем временем вместо попыток объясниться собирают экстренное заседание Совета НАТО, что в Москве вызывает недоумение. Мы всегда относились к Турции как не просто близкому соседу, а как дружественному государству. Не знаю, кому было нужно то, что сделано сегодня. А в своем случае не нам. И вместо того, чтобы немедленно наладить с нами необходимые контакты, насколько нам известно, турецкая страна обратилась к своим партнерам по НАТО для обсуждения этого вопроса и этого инцидента. Как будто это мы сбили турецкий самолет, а не они наши. Они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ? На заседании в штаб-квартире НАТО, впрочем, звучали лишь осторожные заявления о необходимости избежать эскалации конфликта между Россией и Турцией. Хоть в альянсе, конечно, придерживаются версии событий, изложенной Анкарой. Как мы неоднократно говорили, мы солидарны с Турцией и уважаем территориальную неприкосновенность Турции как члена НАТО. Оценки, которые мы в течение дня получали от наших союзников, совпадают с информацией, которую мы получили из Турции. И только после этого появляется первое заявление турецкого президента. Тоже, правда, довольно странное. Обломки самолета с битвы в Турции и разбившегося на территории Сирии также упали на нашу территорию. Пострадали двое наших граждан. О том, что самолет был российский, нам стало известно только после заявления российских властей. Это при том, что между военными двух стран на тот момент была прямая связь. То есть выяснить, что за самолет, дело нескольких секунд. Неудивительно, что такие объяснения Россию не устроили. По поводу наших самолетов, которых якобы не распознали турецкий ВВС. Исключено. Невозможно. На них есть опознавательные знаки, и их хорошо видно. Это именно наши самолеты, а не какие-то другие. Ерунда это все. Это отговорки. Такие отговорки, как казалось, и станут частью генеральной линии поведения Анкары. Ведь примерно то же самое турецкий министр иностранных дел рассказывал по телефону главе российского МИДа Сергею Лаврову. Говорил он о том, что турецкие диспетчеры и летчики не знали, что это российский самолет, поскольку, мол, там летают и сирийские ВВС. Ну, кстати, там в скобках замечу, там летают и натовские самолеты. Поэтому, если сразу открывать огонь, то можно и по своим попасть. Я поинтересовался у моего турецкого коллеги. Согласовывали турки свои действия против российских самолетов с американцами, как с начальниками коалиции. Он ничего не смог мне ответить. У нас серьезные сомнения в том, что это был непреднамеренный акт. Это очень похоже на спланированную провокацию. И с каждым часом сходство становилось все очевиднее. Внимательный зритель не мог не оценить качество картинки, вполне профессиональное. Также трудно было не заметить микрофоны телекомпаний CNN и Fox News, неожиданно быстро оказавшихся на месте событий и взявших интервью у террористов, обстрелявших экипаж российского самолета и с удовольствием позировавших с деталями катапульты Су-24. В такую редкую журналистскую удачу многим не верится. Журналисты были заряжены. Я говорю, ведь дело в том, что операция была многовекторная, в том числе с обеспечением через мидиа, через прессу. И очевидно, что американские телеканалы, турецкие телеканалы, турецкие представительства американских телеканалов, все были на месте и ждали несколько дней. Ждали, по словам экспертов, и турецкие истребители, причем в воздухе. Ведь это не тот случай, когда самолеты поднимаются на перехват. Экипаж должен занять место в кабине самолета. Он должен вырулить, он должен взлететь. После взлета он должен получить местоположение нашего бомбардировщика с командным пунктом наземного. На все, про все уходит 10-15 минут при лучшей тренированности экипажа, подготовленным экипажем. Ну, вы представляете, при таких скоростях, где бы наш Су-24 за 10-15 минут мог находиться. Просто-напросто, значит, турецкие истребители, F-16, значит, выжидали в районе, значит, полета и в районе боевых действий наш бомбардировщик. Выжидали просто удобного момента для осуществления своей акции. Район полета тоже был известен заранее, ведь все сведения о вылетах командования российской авиагруппы в Сирии передает участникам антитеррористической коалиции. Ради этого и был подписан специальный меморандум о предупреждении инцидентов в воздухе. Наконец, даже если бы российский или какой угодно другой экипаж и правда оказался в воздушном пространстве Турции, это все равно не повод открывать огонь на поражение. Есть много других способов и методов для, значит, предупреждения экипажа. Это, значит, истребитель может лететь параллельным курсом, показать покачиванием крыльев, что вы находитесь на территории Турецкой Республики. Второй метод – это, значит, открытие предупредительного огня по курсу полета самолета. Третий метод – это поворачивание, значит, брюхом к пилоту нашему и показать, что самолет оснащен ракетами воздух-воздух и в случае форс-мажора их может применить. В-четвертых, значит, можно было, значит, наш бомбардировщик, он шел без сопровождения, их было два F-16, так они могли встать по бокам этого нашего самолета и привезти на аэродром своего вылета. Тоже этот один из методов. Могли этажерочка взять, вот снизу, сверху, и ограничить полеты нашего истребителя по, значит, маршруту. Но турки стоят на своем, демонстрируя в телевизионном эфире запись переговоров пилотов F-16, якобы предупреждавших наших летчиков о приближении к границе. Вы приближаетесь к турецкому воздушному пространству, говорит пилот по-английски, и требует сменить курс. Впрочем, что это доказывает, непонятно. Российский генштаб просил турецких коллег предоставить запись, но те отказали, лишний раз подтвердив подозрение, пленка, фальшивка или другими словами, примерно такой же бред, как и заявление о том, что турецкие военные не могли определить принадлежность самолета. Не надо думать, что летчик-турок кретин. Летчик-турок точно слышит радиообмен. Кстати, вы можете радиообмен на русском отличить от радиообмена на арабском? А? Если на арабском, там кричат хабуки-хабуки. А если на русском, то понятно. Иван Петрович, здравствуйте. Понятно, о чем я говорю? Значит, русский радиообмен отличается от арабского радиообмена. Они его слышат. Ну, по их словам. Они же на той частоте говорят, уходите к югу. По их словам. Врут. Объяснение простое. Никаких предупреждений не было. Это подтверждает и спасенный штурман Су-24 Константин Мурахтин. На самом деле, никаких предупреждений не было. Ни по радиообмену, ни визуально. Вообще не было контактов. Нужно понимать, какая скорость у бомбардировщиков, и какая у истребителя F-16. Если бы нас хотели предупредить, то могли бы показать себя, встав на параллельные курсы. А так ничего не было. Да и ракета пришла в хвост нашего самолета внезапно. В принципе. Мы даже визуально ее не наблюдали. Чтобы успеть сделать противоракетный манер. По словам штурмана, по этому маршруту они с командиром летали десятки раз. Контрольные точки знали наизусть. Ошибиться и пересечь границу просто невозможно. Это исключено. Даже на одну секунду. Тем более, что мы летели на высоте около 6 тысяч метров. Погода была ясная. Как у нас в нашем сленге говорится, миллион на миллион. Весь наш полет до момента взрыва ракеты полностью мой контролировался. Я прекрасно видел и по карте, и на местности, где границы, и где находимся мы. Даже угрозы выхода в Турцию не было. Зато была другая угроза. Как рассказали в Министерстве обороны, истребитель F-16 ждал, когда Су-24 подойдет как можно ближе к границе. Ровно в этот момент пилот резко увеличивает скорость, догоняя российский самолет. Погоня длится минуту и 40 секунд. Истребитель летит по прямой, а значит на цель его наводили с земли. Правда, запустить ракету над своей территорией летчик так и не успел. На спуск нажал, пролетев уже 2 километра в сирийском воздушном пространстве. И сразу же резко развернулся и ушел вниз, пытаясь спрятаться от радаров. То есть понимал, что не дома. Действие жертвы резкого самолета после пуска ракет над территорией Сирии, форсированный разворот в потере высоты и уход под нижнюю границу зоны обнаружения средств ПВО также говорит о вероломности и плановости действия экипажа. При этом средствами объективного контроля аэродрома Хмимим и самолета ведущего не зафиксировано ни одного запроса экипажа турецкого самолета в адрес наших летчиков на оговоренной ранней частоте. Данные объективного контроля так называются именно потому, что оспаривать их бессмысленно, особенно прикрываясь якобы существующей неразберихой в воздухе. В общем, попытка турецкого руководства, что называется, прикинуться шлангом не сработала. И тогда зазвучали новые заявления. Президент Эрдоган рассказал, что так страна защищает сирийских туркменов или иначе туркоманов, которые якобы попали под удар российской авиации. Это они стреляли по российским летчикам. На поверку главарем боевиков оказался никакой не туркмен, а вполне чистокровный турок. По данным сайта «Геополитик», его зовут Аль-Паслан Чилик, сын мэра города Кибан, который расположен далеко от сирийской границы. Террорист в свое время успел повоевать и в Ираке, правда, под другой фамилией. А здесь Чилик в компании себе подобных. Характерный жест и голубой флаг – символы ультраправой турецкой молодежной организации под названием «Серые волки». Идеология фашистска. Организация с длинной историей появилась в 69-м, а в середине 70-х уже отметилась кровавым террором. На счету боевиков десятки жертв нападения на участников Первомайской демонстрации на Стамбульской площади Токсим. Некоторые современные последователи тех волков даже воевали в рядах террористов в Чечне и, как видно сейчас, тоже не упускают случая показать зубы. Как, впрочем, и турецкие власти, якобы защищавшиеся от вторжения. Правда, бывает и по-другому. В 2012-м, когда сирийские ПВО в своем воздушном пространстве сбили турецкий самолет, Эрдоган почему-то говорил иначе. Кратковременное нарушение воздушного пространства никак не может быть предлогом для нападения. А еще турецкие самолеты и вертолеты в последние годы тысячи раз нарушали воздушную границу Греции. Турция почему-то считает, что ей можно. А извиняться за сбитый в чужом небе никак не угрожавший стране бомбардировщик, который возвращался с задания без боекомплекта, в Анкаре, похоже, не принято. В интервью CNN президент Эрдоган это подтвердил еще раз. Думаю, если кто и должен извиняться, то не мы, а те, кто вторгся в наше воздушное пространство. Наши пилоты и наши вооруженные силы просто выполняли свои обязанности. Кто возложил на Анкару обязанность сбивать самолеты на территории соседних стран, такая же загадка, как и авторство идеи сделать вид, что турецкие летчики обстреляли Су-24 по ошибке. То, что никакой ошибки не было, очевидно уже всему миру. Очень жаль, что вместо того, чтобы разбираться серьезно, глубоко, работать над тем, чтобы этого никогда не случилось больше, мы слышим вот такие невнятные объяснения, изъявления о том, что даже извиниться не за что. Ну что ж, это не наш выбор, это выбор турецкой стороны. Свой выбор сделал и штурман Су-24. Константин Мурахтин попросил после лечения разрешить ему служить на авиабазе в Сирии. Говорит, остался должок за погибшего командира Олега Пешкова. Посмертно его наградили звездой Героя России. В пятницу в Новочеркасске похоронили убитого боевиками морпеха Александра Пазынича, кавалера Ордена Мужества, тоже посмертно. Их коллеги говорили, отправляясь на войну, любой офицер готов к смерти. Такая работа. Но никто не готовится получить удар в спину, тем более от того, кто много лет называл себя другом и союзником. Кирилл Брайнин, Евгений Маруськин, Артём Григорен и Роман Голгородов. Воскресное время. Первый канал.